Всем привет! Сегодня я хочу поговорить с вами о постковидном синдроме. Я сразу скажу, что я практикующий психолог, я не психиатр и не связанный человек с дипломом медицины. Я просто хочу поделиться тем, что случилось в моей практике. У меня есть такие на консультациях клиенты, которые в постковидном синдроме прибывают, которые выходят из ковида. И моя семья, моя мама, как вы знаете, к нам мы постоянно зрителям, попала очень серьезно, тяжело, переболела, чудом выжила в ковид. Это действительно чудо, что с ней произошло, и я в этом очень безгранично рада. Но есть определенные последствия, постковидный синдром, что на самом деле, если у тебя нет температуры, у тебя чистые легкие, твоя голова все равно, скажем так, в кавычках, остается болеть. И очень тяжело, последствия тяжелые, это заболевание очень тяжело переносится, влияет на центральную нервную систему, на психику людей. Сегодня мы об этом с вами поговорим. Я расскажу просто, с чем я сталкиваюсь, статистика, которую я нашла в интернете. Хочу с вами этой информацией поделиться. Так что давайте приступим. Когда началась эта история с ковидом, и мы узнали, что есть такое, скажем так, явление, ты теряешь вкусы, запахи, ощущения, да, вот эта вся сенсорика, она пропадает, и точнее она становится фальшивой, да, то есть что было сладким, становится соленым, либо горьким, либо ты вообще не чувствуешь вкуса и так далее. К чему я веду, что вот это заболевание, ковид, он очень сильно влияет на центральную ЦНС, центральную нервную систему. И вот эта подмена в мозге, вы представляете, что это огромная система, как работают твои рецепторы, нервная система, твой мозг, твоя психика, все это взаимосвязано. И в один момент просто какая-то инфекция, да, вирус, попадающий в твой мозг, в твою кровь, вообще в твой организм, меняет все вот эти установки, которые природой настроены, твой организм настроен на выживание. Да, почему мы не любим горькое, там, кислое и так далее? Это же наши защитные функции, чтобы там, там, из природы, из древности, да, мы не умерли. Что горькую ягоду съешь, это фу, бэ, ты выплевываешь, чтобы ты не отравился. Сладенькое, вкусное, это неплохо, от этого не умрешь, да, это инстинкты, это эти базисы. И когда я стала слышать о том, что меняются вкусовые рецепторы, предпочтения и так далее, мне вообще реально стало страшно, как какой-то вирус может так сильно влиять на вот эти базовые, вы не представляете, на вот этот весь базис человеческого, эмоционально-психологического, психофизического состояния, на центральную нервную систему, чтобы все менялось местами, это очень серьезно и очень сильно, и это не может быть без последствий. Мозг просто перестает в один момент работать, он теряется, он в шоке. И люди, очень многих, как вы, думаю, слышали уже, статистика есть, что очень многих людей меняются вкусовые предпочтения, не до конца возвращается обоняние свое, меняются предпочтения в еде кардинально или какие-то определенные продукты после того, как человек переболел ковидом, человек уже не может кушать, употреблять этот интерес или этот запах вообще, интерес к этому продукту, вкусу вообще, к запаху и так далее, он пропадает. Это, скажем так, постковидный синдром, это туда входит, это такие последствия после заболевания. Самое, что страшное, вот эти вот перестановки в мозге, вот этих защитных функций, механизмов психики, вот это все, что с ногу на голову переворачивается, очень долго устаканивается. Это очень большие последствия несет на иммунитет, на ваши гормоны и на ваше психологическое состояние. Уже существует статистика, собранная за этот год, что люди, у которых была диагностирована клиническая депрессия, разные стадии депрессии, начальной стадии, средней, тяжелой стадии депрессии, неважно. Но в принципе, у человека была диагностирована вообще хотя бы однажды депрессия. И когда люди сидят на антидепрессантах, они находятся в состоянии ремиссии, то есть они просто в свободной жизни живут на лекарствах. То есть нормально функционируют. А, скажем так, о своем недуге, принимая вовремя лекарства, показываясь врачу, они забывают, спокойно функционируют в обществе. Вот люди, у которых была диагностирована депрессия, и кто вот в такой схеме живет, в ремиссии, практически у всех, у 80% примерно людей депрессия вернулась. И вернулась она, к сожалению, в более сложной форме, стадии ее. Если это была легкая депрессия, она может быть уже средней, либо тяжелой стадии. В общем, практически все, у кого была, скажем так, слабая психика, отчасти там незащищенная, ну так условно назовем, с какими-то, ну может быть, осложнениями, психиатрией и так далее, все эти люди очень тяжело переживают ковид, именно с усугублением, скажем так, ожесточением своего заболевания базового, которое было с психикой связано. Это неудивительно. Потому что я вам вначале привела, какую, скажем так, вообще базису с ног до головы, переворачиваются вот эти вкусы, запахи. Это очень серьезно, это очень сильные последствия имеет. Вот, пожалуйста, у многих возвращается от депрессии. И, казалось бы, у меня лично, даже не берем статистику, у моих знакомых, у молодых, не обязательно пожилые какие-то люди, взрослые в возрасте, у молодых, моих ровесников, моих друзей, кто даже в легкой форме переболел ковидом, не был госпитализирован, дома на ногах, это каким-то образом был зафиксирован у человека ковид, не важна его стадия, то есть уровень ковида тяжело, кто-то его перенес с поражением, там легких была ли там, в общем, неважно это все. Практически у всех постковидная депрессия. Те люди, у которых с психой все было в порядке, каких-то заболеваний было не замечено и так далее, апатия, слезливость, плаксивость, вот эти вообще, в принципе, такие намеки на депрессию в течение месяца-полутора. Очень у многих людей расстройство питания, как последствия от ковида, то есть начинаешь много есть, проявляется огромный аппетит. Я это могу оправдать тем, что если особенно тяжелая стадия была, ковида тяжело бы переносили, и когда менялись вкусы, рецепторы обоняния и вкусовые, то просто у психика, включая защитный организм, защитный механизм вашего организма, вы начинаете много есть, у вас огромный аппетит после ковида, потому что это просто в запасы откладывает, это был огромный стресс, и психика настраивает организм на то, что надо есть, 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 потому что у нас еда равно жизнь, и проблемы с питанием, либо у людей, которые изначально были проблемы с питанием, они еще усугубляются, это были не переедание, то есть трудно вообще остановить свой аппетит. Еще в моей, скажем так, практике встречались люди, сама женщина-врач, она очень сильно похудела в ковид, она похудела на 10 или 12 килограмм, у нее был излишний избыточный вес, но так как она сильно болела, у нее вообще пропал аппетит, она ничего не ела. Ну, на счете, у нее был очень сильный вот этот шторм, и она очень тяжело выкарабкивалась, у нее была высокая температура, и в итоге она осталась в этом весе, но сейчас она борется с этим аппетитом, она очень сильно, у нее идет психологическая борьба, говорит, меня потрясет, я, знаете, насколько обман сенсорных вот этих рецепторов идет, всего, я, говорит, порой ночью во сне вижу еду, она мне снится, или я просыпаюсь реально от галлюцинаций пищевых, мне кажется, запах курицы жареной, там, не знаю, какой-то еды любимой, тортика, пирожных, сладости, ванили какой-то запах, я, говорит, просыпаюсь ночью и понимаю, что это был сон, а я во сне чувствовала, говорит, этот запах еды, и у меня текли слюни, представляете? Я к тому, что это очень сильно серьезные последствия, просто так для психики они не проходят. Всем, кто пережил ковид, у кого родственники это переживают, и вы видите, что человек плохо выздоравливает, точнее, он бы вроде физически и здоров уже, то есть у него не диагностируют это заболевание осложнений, а постковидный синдром — это апатия, депрессия, нет желания к жизни, проблемы с питанием, проблемы с переменами вкусов и так далее. То есть человек вообще, получается, знаете, он переживает огромный стресс в жизни, и это тот момент, когда идет переоценка ценностей каких-то, многие люди к этому не готовы. Как вести себя с такими людьми, что делать? Вот тем, кто, например, меня смотрит в этом состоянии, находится честно, я вам посоветую обратиться к психологу, буквально по 1, 2, 3, может быть, консультации, вообще разобраться. постковидного у вас, или у вас всплывало то, что было до этого на подкорочке, скажем так, да, какие-то проблемы личные, психические и так далее, психологические, и это дает о себе знать, то есть это всковырнуло что-то базовое, или все было чудно прекрасно, и это именно последствия ковидные, то тогда, может быть, даже к психиатру сходить. Не бойтесь этого слова «психиатр», это человек, который может вам назначить легкие антидепрессанты, и состояние своего, очень, кстати, панические атаки увеличиваются, кто пережил ковид, возбужденное состояние, тревожность очень повышена, то есть очень, очень много всего. В общем, я к тому, что не стесняйтесь обращаться за помощью, не стесняйтесь намекать, или говорить напрямую своим родственникам, кто в этом состоянии, что им нужна помощь, или отводить их к специалистам, потому что человек теряет время, у него ослабевает, ослабевает организм, и после вот этого ковида очень большая проблема иммунитет, и пока ты находишься вот в этом угнетенном состоянии психологически-моральном, у тебя поменялись там вкусы рецептора, и все это восстанавливается очень долго, несколько месяцев, вот это угнетенное состояние психики, и, может быть, легкая депрессия, она очень сильно влияет на гормоны, и на ваше состояние ощущения по иммунитету, и это получается замкнутый круг, у меня плохое настроение, там, допустим, я в депрессии, все плохо, руки опустились, у меня не так вырабатываются гормоны, нарушены вот этим лечением, препаратами, вообще вот этим состоянием, влияют у женщин часто последствия щитовидка, гормональные моменты, и потом у меня же гормоны, это влияет на работу иммунитета, иммунка становится слабо, изношена, иммунитет надо поднимать и так далее, это витамины, это отдых, да, трудно, конечно, сейчас в состоянии, как у нас страна находится, мир, закрытие, там, отменяют религиозные стрессы и так далее, но базовые, конечно, советы будут, кажется, несерьезные, но их действительно вам нужно придерживаться, меньше стрессов, больше позитива, больше отдыха, обязательно смена картинки, обязательно уехать, не обязательно за границу, но к бабушке в деревню, к маме, к папе в гости, просто менять не то, где вы сейчас находитесь, заставлять себя вот так за голову вытягивать, из рутины, давать себе эмоции, переживания новые, это очень вам сильно поможет, если у вас тревожные расстройства, или какие-то такие моменты эмоциональные, вы чувствуете, что вы злитесь, срываетесь на людей, вас стало раздражать то, что раньше вообще не задевало никаким образом, обратитесь к психологу или психиатру, и может быть какие-то легкие, просто успокаивающие таблетки, вам безрецептурные, немножко такие угнетающие посоветуют, потому что это эмоциональное перевозбуждение, которого не было раньше, это тоже все относится к постковидному синдрому, понимаете? Я прошу вас не думать, что многие люди просто этого недооценивают, а, к сожалению, повысилась статистика суицидов, и у постковидников в том числе, а любые вот эти суицидальные наклонности, желания, мысли, действия, приведенные, к сожалению, то это же все говорит о депрессии, о наличии ее, как минимум, и все к этому может прийти в худшем случае. Поэтому я вам советую обращаться за помощью. Знайте, что это не с вами же какая-то проблема, это не я схожу с ума, это, не знаю, весь мир изменился, все плохо, все против меня. Нет. Вы в постковидном синдроме, и вы до конца просто еще не вылечились. Ваше тело, возможно, иммунитет, на подъеме вы выздоровели, но психологически, эмоционально, морально вы все еще болеете. И это болезнь, которую можно вылечить. Это в ваших руках, обратитесь за помощью. Пожалуйста, не оставляйте это просто так, потому что последствия, недооцененные у этой ситуации, могут быть очень хорошими, очень печальными. Я особенно, честно, это видео записываю к тем, кто является близкими людьми, родственниками людей, которые попали вот в эту западню, в эту ситуацию. Честно скажу, окончательное выздоровление после ковида в средней тяжести, в тяжелых состояниях, это полгода. Полгода организм выходит вообще из вот этого состояния, угнетенности, иммунитет запускается, ваш организм запускается обратно в работу полгода. Имейте это в виду. Если вы попали несколько месяцев в такую прострацию после ковида, вы не понимаете, что происходит, начинаете искать какие-то там другие проблемы, не переживайте, полгода еще не прошло. Но вам нужна обязательно помощь, поддержка, какие-то лекарства. Вот я к чему. Пишите ваши истории, пожалуйста, в комментариях, болели ли вы ковидом, как у вас было с постковидным синдромом, как быстро вы выздоровели, вернулись в норму, а самое главное, вернулось в норму ваше психологическое состояние, ваш баланс, как вы себя чувствуете. Потому что очень, очень выдавляющего большинства людей была вот эта постковидная депрессия либо депрессия в начальной стадии. В общем, жду ваших комментариев. Если кому-то нужна моя помощь, вы можете всегда написать мне. У меня под видео оставляю всегда почту, в инфобоксе разворачивайте его. Напишите на почту, мы можем с вами договориться о онлайн-консультации в скайпе. Спасибо за внимание. Скоро увидимся. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok